Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад – поворот судьбы, момент перехода. Пусть нам карты подскажут возможный вариант развития событий. Помним, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому будем реалистами. И порой жизнь, как игра в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. И если мы с вами говорим про поворот судьбы, это перекресток, а момент перехода – это, по сути, наш выбор. Каждый день мы делаем этот самый выбор и часто неосознанно, на автоматизме. Сознание наше живет по шаблону, так устроен человек. А когда мы сталкиваемся с тем, что не вписывается в наш сценарий, мы чувствуем себя в замешательстве или чувствуем себя потерянными. В нашем раскладе мы не ставим специальных сроков. Но если мы говорим о судьбоносном периоде и именно тот момент, когда что-то может меняться, а у вас, планетарно, мои дорогие тельцы, действительно может очень многое меняться, начиная уже даже не с июня, весь 2024 год. Но словно пространство уплотняется, где-то начиная апрель, май и вот в июне, как и стелеумы в вашем знаке, как и много других планетарных транзитов, которые вас подталкивают к тому, чтобы вы какой-то либо выбор сделали, либо будут же в дальнейшем изменения. Предположить, наверное, что я не на все влияю и оттолкнуться от того, чего бы вы хотели осуществить. Наша мысль, отправленная во Вселенную, она работает. Итак, мы достанем три карты, поскольку мы говорим о перекрестке. И стало быть, ситуации на настоящий момент или ближайшего будущего достанем три. Как видят для вас карты развития событий и отдаленное будущее. И у кого-то это уместится в месяц, неделю, а у кого-то до конца 2024 года. Куда вас, к чему ведет судьба? Какие задачи перед вами стоят? В чем риск? Вот такую карту с вами достанем. От чего вы сами откажетесь или чего вы можете не заметить? Что скрыто от вас? А что вам будет помогать? Давайте узнаем, что же в ближайшем будущем. Для кого-то поездка так выглядит восьмерка кубков. И может быть, вообще это карта принятия важных решений. Вот мы говорим как раз про перекресток. И это та ситуация, когда мы окончательно делаем выбор. По этой карте, возможно, вам придется принимать соломоновое решение. Когда есть два направления, но мы все-таки определяемся с одним. Скорее всего, на тот момент, когда вы смотрите, вы уже готовы, по сути, к переменам. Или для вас, для кого-то из вас прежняя ситуация, она оскомину набила. И хочется уже что-то изменить. Сама по себе карта решимости. И когда не оглядываемся назад ни разу. Давайте откроем вторую карту. У кого-то может быть поездка, которая, мы говорим, судьбоносно. Какой-то шаг мы не можем избежать. Нам придется поехать, отправиться, какие-то вопросы решать. Или это для кого-то может означать, вы куда-то отправляетесь. И там, на месте, вы можете встретить человека, как мы говорим по судьбе. Или каким-то образом эта ваша поездка будет иметь значение для вас. Королева жезлов выпадает. Вообще, это сильная позиция в целом. Конечно, могут быть контакты с лицом, который родился. И не обязательно, кстати, что это женщина. Мы ведь смотрим энергетику карты. Родился под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или имеет там асцендент. А вообще, почему я сказала сильная позиция. Королева жезлов уже научила жизнь. Она много раз где-то спотыкалась о своей ошибке. И теперь она поставила перед собой задачу «все, хватит». Теперь ориентируясь на свои цели. Но вот тот предыдущий сложный период научил ее много не говорить. Она знает, что успех, как и удача, любит тишину. Она больше нацелена на то, чтобы реализовать какой-то свой план. Она понимает, что люди никогда не скажут вам то, что они думают на самом деле. Редкий человек, который может быть искренен. То есть она понимает, что если мы встречаем искренних людей или тех, которые действительно нам готовы помочь, или как-то с нами тоже, опять же, искренне, откровенно взаимодействовать. Неважно, лично это жизнь или это вопросы работы. Но она ценит дружбу настоящую. Но прежде чем она кому-то доверится, она вообще никому не доверяет. Но прежде чем все же она очень избирательна, поскольку к своему окружению, так вот, прежде чем она с кем-то определиться, должен пройти определенный период времени. И еще, она умеет хранить тайны. И, видимо, вот такие энергии на период, когда вы смотрите это видео, будут для вас преобладать. Или карты нам могут подсказывать, что такие энергии для вас совершенно необходимы теперь. Давайте мы откроем с вами еще одну карту. Это карта любви, это карта вот как раз искренних отношений. По этой карте есть человек, который к вам очень хорошо относится. Для кого-то из вас нам просто говорят о том, что вам придется тельцы договариваться или как-то обустраивать свою личную жизнь. Придется заниматься вопросами пары, ваших взаимоотношений. Неважно, у кого-то семья, у кого-то это будут, ну, как дружба, которая вполне вероятно длится долгое время. И будут вопросы, как перевести отношения на новый уровень. Мы ведь рассматриваем с вами переход. Что бы тут ни было, вы будете оценивать людей больше с позиции, могу ли я доверять. Почему-то вот такой для вас на ближайшую перспективу дает расклад колода Таро. И значит, не торопитесь, в принципе, с каким-то решением. Важно знать, куда вы идете или буквально, кому вы идете, кому вы можете доверять. И пока вы дойдете или обретете, у нас в середине выпадает Королева Жезлов. Вот те энергии, которые я перечислила, ну, как минимум предпочтительны. Я не вижу тут какого-то, какой-то точнее большой динамики. Давайте посмотрим, что же у нас на перспективу. Тут действительно какой-то выбор. Посмотрите, северка кубков – это всегда из семи вещей предложенных или предметов, которые нам тут показаны. А вообще это семь соблазнов, мои дорогие тельцы. Вы должны выбрать что-то одно и быть реалистами. И если правда у кого-то стоит на повестке дня переезд или решится на брак, может быть, у кого-то так, у кого-либо, наоборот, решится на развод, или какие-то очень важные вехи по восьмерке кубков – так оно и проходит. Поворотный момент. И нам карта говорит, от того, как ты телец будешь реалистом, с одной стороны, не упустишь какую-то возможность, с другой стороны, не оденешь розовые очки. Давайте мы посмотрим, каково же продолжение. Туз Жезлов – это ваше решение. Вот все будет зависеть целиком от вас. Как будто даже нет событий, что интересно. Мои дорогие телецы, а сплошь и рядом ваше решение. Так вот, это тоже не действие. Это как, может быть, и инсайт, или окончательный какой-то вердикт. Вы можете определиться. Но, да, тут правда какая-то личная история. Вот посмотрите. И правда планетарная. Мои дорогие телецы, первая половина года она наиболее была удачна. И не важно, что вы там гору денег не заработали, но тем не менее, вы заложили какую-то хорошую базу. Вот то, что вы наработали, оно будет вам приносить доход, пользу, как-то работать на вас, приносить вам какую-то выгоду в последующие, ну, не только месяцы, может быть, и годы. Но вторая половина 2024 года, она специально для вас создана, чтобы вы определились в личной жизни, вообще уделили делам личным, может быть, у кого-то это будет действительно сопряжено с тем, что вы будете обустраивать свой дом, свое жилище, или наоборот, вы куда-то отправитесь, поедете. Или, может быть, вы по работе переехали, значит, тогда вы на месте, может быть, новом уже месте, где вы находитесь, вы тоже будете организовывать свою жизнь. Вот с этого все начинается и в конечном-то итоге. Десятка кубков, посмотрите, это карта счастья, у нас изображена семья. И каковы бы сейчас бы, вот вы смотрите на данный период времени, каковы бы не были ваши, как и статус в личной жизни, каковы бы не были намерения, приготовьтесь к тому с учетом восьмерки кубков и семерки кубков, посмотрите. Приготовьтесь к какому-то очень важному выбору в вашей жизни. И он будет, скорее всего, касаться либо лично вас, либо вашей семьи. Может быть, это будут какие-то новости от ваших близких, от ваших детей, хотя нам про детей не показывают. Даже если... Я к чему? Если это как изменение в вашей семье или с вашими детьми, может быть, у кого-то и внуками, или еще какая-то ситуация, все равно это затронет вас, мои дорогие тельцы. Поэтому в сторону счастья по десятке кубков это радость, это вдохновение, это взаимопонимание, это дом полная чаша. Это не только внутренняя наполненность и эмпатия, и взаимность, мои дорогие. Вот интересно, у вас двойка кубков и десятка кубков. Вообще, у вас четыре кубковые карты и две только жезловые, когда мы сказали про ваше решение. Так вот, от вашего решения во втором полугодии будет зависеть ваше счастье. Очень интересно. Давайте мы с вами узнаем, в чем же риск. И опять нам кубки. Риск, какой-то неправильный подход, вывод, сделать в отношении вашей семьи или поставить вашу личную жизнь на второе место. Конкретно, ведь по королеве кубков идут наши близкие или люди. Мы вообще смотрим в целом энергии. Это, по сути дела, энергии семьи. Может быть, и есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, опять же, или человек, который имеет там асцендент. Я не могу сказать, что это сам по себе риск представляет человек, но все же эта карта выпала. И у кого из вас это перекликается, значит, есть какая-то составляющая, и может быть, с этими персонами вам нужно быть поаккуратнее, все-таки именно в сторону риска. Давайте мы узнаем, от чего же вы откажетесь. От разочарований. Здорово, нечего добавить. Вы откажетесь от того, что вам уже не нужно. Вы откажетесь от того, мои дорогие тельцы, по чему или по кому вы горевали прежде. Вам будет все равно. Мне нечего добавить. Что скрыто? Вот может быть, какая-то ситуация на данный период времени у вас не прояснена. И нам четверка жезлов. Это праздник после победы. Вы теперь можете не видеть какую-то победу. Или вы ставите под сомнение, может быть, для кого-то и так, получится ли у меня осуществить мой план, или сумею ли я, если все же у нас начался наш расклад с восьмерки кубков и жизнь меняется. Что меня ждет? Вы можете задавать себе такой вопрос. Так вот, вас ждет победа. А на данном периоде вы можете не видеть, что у вас что-то будет складываться очень благополучно. Поэтому не случайно, наверное, от чего вы откажетесь. Так замечательно выпадает четверка кубков. Это карта апатии. Это когда у нас руки опускаются. Это когда мы уже ничего не хотим. Вот это уходит практически из вашей жизни. И приходит другая четверка. Это карта стабильности, это уверенности, якоря, как и по отношениям, кстати, как и по работе. И когда у вас все под контролем, когда вы счастливы, мои дорогие. Что же будет вам помогать? Неспешность. Не торопитесь. Не делайте резких заявлений. Вот не случайно, наверное, королева жезлов нам выпадает. Успех, удача, люба, тишину, мы с вами говорили. И поэтому не предвосхищать какие-то события, не торопить. Может быть, те обстоятельства, они ведь будут, но те обстоятельства, которые, ну, может быть, какие-то вопросы, согласования вам придется решать. По семерке ведь монет проходит у нас как и получение денег. Так вот, у вас буквально, даже если деньги задерживаются, значит, это каким-то образом вам во благо. Не потратите, может быть, или даже есть какая-то заминка в документах, предположим, но, видимо, за это время происходят какие-то еще события, и все равно оформлен будет документ. Тут все будет сделано в свое время. Ведь по семерке монет у нас монеты конкретно растут на дереве, и это не только денежные вопросы, но и, как я сказала, с документами. Так вот, все приходит в свое время, и вы получите какой-то урожай. Вам это помогает. Будьте в своих энергиях. Вот таких размеренных. Не сомневайтесь в том, что у вас получится осуществить любой план, мои дорогие тельцы. Или думайте на высокое. Даже я бы сказала, по теории вероятности, когда мы себе поставим какую-то очень далекую высоту, чем больше мы будем стараться осуществить, в конечном итоге мы эквивалент тоже больше получим. Каким-то образом это работает. перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. в следующем году. Продолжение следует...